Яндекс.Погода научилась заглядывать на 70 лет в прошлое. Зачем это нужно, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. На кого рассчитан этот сервис? Добрый день. Ну, в первую очередь, речь о бизнесе, для которого и переработали систему погодной аналитики и оценки рисков. Теперь с ретроспективы и прогнозом вплоть до полугода вперед. Но есть историческая справка и для рядовых пользователей, но об этом чуть позже. Начнем с рекордных взысканий. Apple штрафовали в Европе на 1 млрд 840 млн евро за притеснение музыкальных сервисов. В первую очередь, разумеется, речь о шведском Spotify. Удивительно в этой новости два момента. Во-первых, это первый подобный штраф не отдельной страны, а всего Евросоюза в отношении Apple. А во-вторых, сумма этого штрафа в том, что яблочную компанию признают виновной в антиконкурентном поведении, мало кто сомневался. Но еще несколько дней назад считалось, что штраф будет солидный 500 млн евро. А в итоге сумма оказалась почти в четыре раза больше. Впрочем, с другой стороны, если считать от выручки, а в последнее время подобные штрафы все чаще рассчитываются именно таким образом, то без малого 2 млрд евро это, по данным главы Европейского антимонопольного ведомства, довольно скромный 0,5% глобального оборота у Капертинской корпорации. А началась эта история еще в 2019 году, когда на действия производителя айфонов, создателя магазина мобильных приложений App Store и по совместительству владельца музыкального сервиса Apple Music, пожаловался крупнейший игрок рынка музыкального стриминга Spotify. Шведов не устроила комиссия в 30%, которую Apple магазин приложений взимает со всего, что зарабатывают разработчики этих приложений. И запрет информировать пользователей об альтернативных вариантах оплатить подписку. Изначальная суть претензии была в том, что в таких условиях прямой конкурент Spotify, Apple Music, мог просить с пользователей за подписку те же деньги и зарабатывать на треть больше, либо снижая цену, не теряя в доходах, ибо избавлен от комиссии. Кроме того, Apple Music предустановлен на всех айфонах, а сторонним сервисам приходится тратить дополнительные деньги на продвижение в Apple магазине приложений. И вот спустя 4 года европейские власти вынесли свое решение, которое приветствовало Spotify, ну и раскритиковало Apple. По словам ее представителя, Капертинская корпорация будет это решение обжаловать, поскольку правила App Store поменялись, и Spotify это тоже касается, шведский сервис не платит комиссии за подписки через собственный сайт, и вообще ущерб европейским пользователям, как говорят, доказан не был. Впрочем, как было заявлено до рассмотрения апелляции, на что могут потребоваться годы, Apple должна будет штраф заплатить и требования антимонопольщиков выполнить, тем более, что они перекликаются с новыми европейскими правилами в отношении цифровых платформ в целом. Одновременно американская корпорация пытается снять еще одну существенную претензию европейских антимонопольщиков – ограничение доступа к бесконтактным платежам на айфонах. В общем, все это в некоторой степени смазало премьеру. Запуск новых яблочных ноутбуков без особой презентации Apple заявила о старте предзаказов на 13- и 15-дюймовый MacBook Air с самым новым и самым мощным собственным эппловским процессором M3. Еще немного судебной хроники с удивительным исходом. Американский суд обязал израильскую НСУ-группу передать мессенджеру WhatsApp исходные коды программы Pegasus, того самого невероятного шпионского ПО, который позволяет дистанционно взламывать даже айфоны без малейшего действия со стороны владельца телефона. Ну, то есть никаких вредоносных ссылок, зараженных файлов. Просто в какой-то момент обладатель лицензии на Pegasus получает полный контроль над данными человеком. Официально продается такая лицензия только спецслужбам и только с разрешения израильского правительства, что, впрочем, не предотвратило целую череду скандалов, когда выяснилось, что следы этой правоохранительной программы находили в смартфонах тысяч правозащитников, государственных деятелей и журналистов в десятках стран мира. В итоге WhatsApp, полутора тысяч пользователей которого утекли зашифрованным мессенджером сообщения, подал в суд и частично выиграл дело. Он не получит серверную часть Pegasus и список покупателей шпионского ПО. Но как оно работает непосредственно на смартфонах, понять, вероятно, сможет, если решение суда вступит в силу и будет выполнено. Ну и о погоде. Для бизнеса Яндекс сегодня запускает большое обновление своего метеорологического сервиса, ориентированного на предпринимателей. Разумеется, обновление в большой степени основано на нейросетях и том, как они умеют анализировать фактические и исторические данные, спутниковые снимки и информацию с метеорадаров. Суть в том, что теперь из одного интерфейса можно посмотреть, какая погода будет шагом в один час, либо не так точно, но на целый сезон вперед, и какая была фактически с 50-го года прошлого столетия, опять же, с точностью до дня, часа и места. Более того, обещают даже некую оценку эффективности бизнеса, настройку аналитиками и метеорологами Яндекса всей вот этой истории под задачи конкретного предприятия. Кстати, для рядовых пользователей исторические погодные данные тоже доступны, даже бесплатно, но только по городам-миллионникам и в уже обобщенном виде. Продолжение следует...